здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас на своем канале сегодня мы снова отправляемся на рынок я всегда говорю что на рынке в италии действительно можно купить красивый трикотаж и как справедливо написала одна зрительница в италии очень часто даже если в трикотаже содержится 10 процентов даже 5 процентов кашемира торговцы могут выставить табличку с надписью кашемировые вещи поэтому очень внимательно смотрите на этикетку но тем не менее стопроцентный кашемир можно найти более того и собственного опыта пребывания на рынке могу вам сказать что стопроцентный кашемир вы почувствуете рукой с закрытыми глазами вам даже не потребуется смотреть на этикетку мое убеждение что на рынок стоит отправляться за трикотажем красивых цветов и редких цветов вот действительно лазурный голубой ментоловый эти цвета крайне редко встречаются также все оттенки фиолетового лавандового их очень сложно найти и уж тем более сложно найти за такую цену в натуральном составе повторюсь то что я вам показываю это стопроцентный кашемир проверяла и на ощупь могу совершенно точно утверждать что это действительно кашемир так вот подобные вещи и действительно сложно найти как раз таки в красивых цветах более того на рынок стоит отправляться именно за трикотажном разной плотности потому что если тоненький кашемир тоненькую шерсть можно найти в масс-маркете в том числе бывают лимитированные коллекции выпускаются теми или иными брендами масс-маркета то именно плотный трикотаж и плотную вязку которая будет греть которая будет согревать вот подобные вещи действительно сложно встретить где бы то ни было а на рынке по крайней мере в период рождественских рынках такие вещи в огромном не преувеличивая могу сказать количестве повторюсь я нахожусь на рынке в падуе и в рождественский период этот рынок работает в том числе и после обеда и в том числе и в понедельник обычно рынке все-таки в понедельник и воскресенье не работают хотя опять же любое расписание любого рынка в любом городе в италии можно уточнить на сайте того или иного города свой фэшн взгляд я положила еще в прошлый раз как раз таки на эту накидку это стопроцентный кашемир выделка забелла то как это говорится здесь в италии называется очень часто подобную ткань используют именно максмар и кстати не удивляйтесь вы действительно можете найти высококачественные ткани изделия из них именно на рынке у местных производителей как в данном случае это некий сток трикотажа но здесь имеется и собственное производство либо очень часто производство местное которому скажем так привязаны в силу знакомств родственных связей те или иные продавцы как наверное в данном случае потому что здесь продаются удивительные накидки и в том числе кстати пальто и прошлый раз было очень много людей я не хотела обременять примеркой других а сегодня дождь у нас проливной можно покрутиться перед зеркалом это вещь не совсем моя хотя мне очень понравилась ткань и кстати камера не передает потрясающе красивый коричневый цвет ткань на этой накидки mantella мне нравится совершенно точно больше но мне подошла вот такая темно-синяя с прорезями для рук с трудом я и застегнула потому что смотрюсь в камеру не нет рядом зеркалов все-таки рынок это рынок вы можете видеть что и зеркало но в неких разводах ну что ж простим рынку такие недостатки за те цены за которые вещи продаются и эта вещь мне очень понравилась сейчас я немножечко выровняю воротник потому что косо надела и эта накидка мне очень понравилась несмотря на то что я сегодня в ботфортах которые кстати опустила если у вас есть ботфорт тоже сможете носить как обычные сапоги несмотря на то что я сегодня в шляпе и в маске все-таки длина имеет значение и именно в этой накидки я себе зорро не напоминала и мушкетера кстати тоже посмотрите мне кажется очень красиво безусловно фешен вещь повторю стопроцентный кашемир и в этом случае и цена также 350 евро эта накидка мне понравилось гораздо больше мне обещали привезти в бежевом варианте сегодня и не было она находилась на другом рынке но если ее не продадут то ее мне привезут насколько я поняла она похожа по цвету на мою дубленку которую я привесила рядом и вы можете видеть этот цвет справа от меня очень красивая вещь действительно действительно приобретение вообще я поняла что мне с рынка очень тяжело уходить без покупок кстати сегодня я нахожусь в свитере помните я сказала что я купила себе свои первые винтажные вещи и это была не только ветровка ярких кислотных цветов яркого кислотного цвета кстати одна зрительница тоже справедливо написала неоновые цвета к лицу очень освежают вот я вам рекомендую примерить вещи опять же может быть это неоновый трикотаж к лицу он действительно может очень-очень оживлять так вот вторую вещь которую я приобрела это свитер который сегодня на мне на самом деле этот свитер я изначально планировала носить как платье и действительно сегодня я примерила но безусловно у нас холодно я так пойти не могла в качестве платья длина и фасон что называется именно то что я хотела и ожидала от этой вещи вот такую бижутерию бусики тонкие даже не знаю как охарактеризовать в италии очень любят мы много раз наблюдали подобные рынки летом тематический и подобный же ассортимент можно видеть сейчас зимой и подобные украшения виде прежде всего цепочек а также браслетов в италии пользуются популярностью мой любимый развал развальчик кстати я уже говорила это кстати здесь я купила свою неоновую куртку и этот магазин находится точнее этот развал имеет два магазина один из них находится в венеции мы с ребятами уже договорились им понравилась моя фотография стилизация с кожаными брюками мы договорились что когда будет более тепло я приеду в венецию и мне предложат 10 луков винтаж луков и мне бы очень хотелось примере джинсы вообще я рассказывала что настоящие джинсы бойфренд это те джинсы которые не сшиты на женщину как бойфренд джинс а это как раз таки джинсы сняты из бойфренда и если бы было не так холодно я бы с удовольствием себе приобрела сегодня джинсы потому что деним как я люблю говорить уже не тот сейчас вот деним который раньше делался и это совсем совсем все по-другому кстати очень интересно представлена подборка джинсов в этом магазине марок которые уже не существуют которые были допустим восьмидесятые годы потом разорились фирмы и вот есть целая подборка подобных джинсов точнее джинсовых брендов которые больше не существует кстати именно в этом магазине и на этом развале продаются вещи которые не ношены то есть ветровку которую я себе покупала в отличие от свитера она никогда не была ношена это остатки сладки купленные купленные со складов магазинов которые как правило уже больше уже больше не существует и вот мне понравились левайс кстати в италии они произносятся как левис я знаю в россии левайс произносите как хотите но вот такие мужские джинсы вы знаете ну потрясающе потрясающий деним потрясающая окраска потрясающее старение которое кстати является очень дорогостоящим процессом кто разбирается в дениме безусловно поймет почему я показываю эти детали конкретно эти заклепки посмотрите как обработанные брюки посмотрите видно что они что называется были сварены в индивидуальном порядке это видно по швам и на самом деле разбираться в дениме это очень увлекательно сейчас я покажу вам джинсы которые бы я наверняка себе купила если бы все-таки могла хоть как-то их примерить хотя повторюсь джинсы бойфренд можно брать вот на глаз они должны быть прямыми они должны быть на пару размеров больше вот эти джинсы мне очень понравились у них равномерная окраска кстати вот такой светлый деним это очень редкая вещь и возможно в следующий раз кстати эти джинсы я и куплю договорюсь что если они мне не подойдут то я их верну они подойти они мне могут только в одном случае они будут недостаточно велики для меня как мне бы хотелось вот сейчас на монтаже я смотрю и могу сказать что эти светлые джинсы мне очень понравились они мне понравились там сейчас я их еще раз смогла оценить на монтажной ленте я бы носила их с босоножками на каблуке желательно высоком тонком черные босоножки и черный допустим облегающий гольф ну либо иными словами черная водолазка мне кажется было бы очень красиво очень фэшн красивые кожаные ремни за 35 евро мне понравился вот этот светлый ремень слева хотя и оранжевый тоже смотрелся бы хорошо был бы очень акцентом подобные ремни очень популярны любимым витринистами подобные ремни традиционно предлагает марина ринальди они высокие они акцентные и из-за того что эти ремни акцентные достаточно пластичные они хорошо смотрятся в том числе поверх верхней одежды кстати возможно я себе следующий раз куплю подобные ремень мне кажется муж скоро будет отпускать меня на рынок проверяя проверяя взяла ли я деньги потому что на самом деле на рождественских рынках очень много всего интересного красивого но но подобные ремни и возможно даже лучше можно купить и на обычных рынках которые являются круглогодичными итальянский рынок это конечно же не столько одежда сколько еда и прежде всего еда именно поэтому итальянские хозяйки имеют привычку каждый день ходить на рынок ну и покупая продукты заглядывают в том числе и туда где продается одежда я готовлюсь к выпуску который для меня будет грандиозным это выпуск об уличной еде мне приходится очень много пробовать и сегодня я вместе с егором решила зайти туда где традиционно он со своими друзьями берет обед себе потому что в италии очень распространена практика когда заканчиваются занятия через пару часов начинаются различные прикладные лаборатории либо курсы и у ребят есть два часа примерно два часа чтобы пообедать потому что домой они просто не успевают возвращаться в особенности если они учатся в другом городе что чаще всего и бывает каждому заказавшему еду на вынос выдается вот такой звонок как правило им оборудованы сейчас все лотки и когда твоя еда готова он загорается и ты приходишь и сбираешь свое блюдо и на самом деле в италии гастрономия то есть то что на вынос ты можешь забрать домой как правило есть все время услуга сопровождается подобная гастрономия как раз таким услугой тем что тебе могут приготовить в моменте то что ты можешь и домой унести и на рынке тебе могут с той же самой ветчиной которую хозяйки покупают для дома могут сделать бутерброд из свежайшего хлеба вот это на самом деле очень интересная тема уличная еда в италии культура поесть на улице присев где-нибудь на ступеньку обязательно если будете в италии попробуйте еду которую предлагают вам с палаток я на самом деле с сомнением всегда ко всему этому относилась приехав из москвы мне казалось что все это не мое взять еду и присев где-то на бордюре и съесть это наверное не так вкусно но если вы ищите вкусной еды посмотрите где в районе обеда собирается большая очередь в особенности очередь из студентов они ходят питаться только туда где действительно очень вкусно и большие порции поэтому посмотрите можно купить пасту на вынос сварить ее дома но можно и заказать блюдо с тем или иным соусом которые при тебе приготовят ну что ж мои прекрасные зрители на сегодня это все я с вами прощаюсь это была яна скворцова всем пока пока